привет друзья в комментариях моим фильмом из цикла заметки охотника есть у меня такая рубрика я часто замечал ваши просьбы рассказать подробнее про защиту от укуса клещей ну что ж я считаю тема довольно таки важная и полезная и как говорится по заявкам трудящихся сегодня мы с вами подробно разберем эту проблему я вам покажу точнее расскажу о эффективных методах защиты от укусов клещей которые ну на 99 процентов так скажем уберегут вас от возможности быть укушенным для принятия комплексных мер по защите от данного вида кровососущих а мы с вами будем говорить именно о комплексном подходе для начала необходимо что называется знать своего врага в лицо в данном случае друзья нас с вами будет интересовать так называемые иксодовые клещи представляющие наибольшую опасность для человека в том числе в своей группе представители данной группы насчитывают свыше 650 видов среди них встречаются опасные переносчики клещевого энцефалита бралиоза и других серьезных инфекций все клещи этой группы нападающий на человека характеризуются выраженные адаптации к паразитизму их ротовой аппарат с хоботком предназначен для прокалывания кожи и всасывание крови пищеварительная система и покровы тела сильно тянутся что позволяет им питаться редко иногда даже только один раз в жизни при укусе клещ выделяет в ранку ну назовем это слюну которая обладает еще и в местном локальном обезболивающим действием так что сам укус вы даже не почувствуете это вам не комары наибольший период активности кровососущих клещей вот у нас в центральной полосе приходится на активную фазу весны наступление теплых дней способствует пробуждению клещей и активному поиску их жертвы пиках активности весной приходится на апрель май когда уже полностью расставил снег и средняя температура воздуха днем колеблется где-то в районе 15 градусов тепла а по ночам уже нет заморозков однако активная фаза может продлиться вплоть до июня все зависит от климатических условий далее наступает так называемая пассивная фаза это лето и раннюю осень однако это совсем не означает то что вас не покусают клещи просто после весны их активность спадает но шанс быть укушенным сохраняется на протяжении всего лета и осени ну ранней осени все зависит от погоды опять же наиболее благоприятные условия для активности клещей это температура воздуха где-то в районе 18-20 градусов тепла и относительную влажность примерно 80 процентов чаще всего клещи встречаются в лиственных и смешанных лесах с густой травой как правило клещи обитают в густой траве в зарослях кустарника хмыжника и березняках вообще друзья честно говоря подцепить клеща можно где угодно даже в таких крупных городах как москва да и любых других городах особенно где-то в парковых зонах где люди часто любят отдыхать на травке пикники какие-то устраивают также у зеленых зон в вдоль автомобильных трасс придорожных где существует лесной массив и высоко растущая трава в основном клещи занимают выжидательную позицию и когда человек или животное проходит по траве происходит контакт клещ механически цепляется за одежду или за волосяной покров далее важнейшей задачей для клеща будет являться поиск место присасывания то есть выбор куда укусить как правило это участке с нежной кожей у человека или животного но до этого момента в его задачи также входит плотно держаться крепко на покровах одежды и не быть замеченным а теперь давайте рассмотрим нашего с вами врага детально что называется под микроскопом все тело клеща покрыто мелкими шипиками и щетинками которые увеличивают трение и повышают вероятность зацепления за ткани одежды на лапках имеются острые парные коготки они же крепко цепляются к ткани одежды как маленькие крючки пока клещ еще вас не укусил все эти его приспособления помогают находиться довольно длительное время на одежде либо уже на теле жертвы и повышают вероятность успешного питания учитывая разницу в размерах жертвы но у человека до или собаки по отношению к самому клещу ему приходится преодолевать значительно длинное расстояние поэтому на выбор места укуса у него уходит примерно час-два по времени далее при питании кровью он сосет кровь грубо говоря день-два где-то вот так поэтому для него крайне важно именно найти вместо самого присасывания на что у него уходит значительное количество времени укус самого клеща происходит незаметно как я вам говорил ранее в его слюне содержится ну назовем это обезболивающее сама по себе ранка от укуса клеща незначительная и быстро заживает однако при проникновении хоботком под кожу человека клещ может занести серьезные инфекционные заболевания большинство таких заболеваний влияет на нервную систему человека и даже может привести к летальному исходу пожалуй самый опасный для человека инфекции вот из всего набора которыми может заразить клещ является клещевой энцефалит клещевой энцефалит это опасное вирусное заболевание протекающие в острой форме она поражает нервную систему и в результате этого возникают значительные а иногда и необратимые изменения происходящие в мозге человека в действительности же переносчиками вот таких серьезных инфекций являются далеко не все клещи но не будем же мы с вами рисковать позволять себя укусить и проверить заражен клещ или нет теперь друзья когда мы с вами знаем о нашем враге всю так скажем вводную самое время рассказать вам о методах защиты от укуса клеща приезжая работать на дачу или идя на пикник куда-то на шашлыки в лес да с палатками на природу в турпоход обязательно стоит озаботиться о своей одежде начнем с обуви обувь должна быть полностью закрыта никаких сандалий босоножек шлепок и тому подобного желательно вообще конечно высокие сапоги одевать но в них конечно будет жарко поэтому ботинки манжеты вот как у меня в принципе на этих штанах здесь есть такой пыльник он прямо в ботинок заподлицо туда а сверху вот так закрывается в принципе если у вас как бы нет такого пыльника не предусмотрен штанах то вообще можно заправить штаны прямо в ботинке некоторые в носки даже заправляют но мне кажется так просто ходить будет неудобно у меня же здесь вот в принципе предусмотрено это такая ну пылезащита до что называется она же и позволяет защититься от заползания клеща по поводу верхней одежды друзья вот я сейчас нам не одет костюм горка он не подходит в принципе особо для защиты от клещей потому что куртка раздельно штаны раздельно да и тут вот пуговицы это вообще как бы да то есть застегиваешь и клещ запросто туда заползать то есть это во первых должна быть глухая застежка ну типа молнии вот что-то такого плана я вот одет так еще и расстегнулся тут потому что я просто знаю я в том месте где я сейчас нахожусь тут клещей вообще нету вот однако для защиты требуется вообще желательно костюм энцефалитик есть такие костюмы они идут как комбинезон то есть бесшовные если же вы в куртке то куртку лучше всего заправить в штаны и да вот эти пуговицы еще раз вам скажу они ненадежные клещ проползет туда под них если вы находитесь где-то в опасных так скажем очаговых местах обитания клещей такие места существуют то и вы как бы о них знаете то вот в идеале использовать все-таки энцефалитики это костюмы выполнены в плане комбинезона то есть бесшовные никакого разделения куртки и штанов нету на них нету ни пуговиц ничего там глухие застежки везде то есть полностью себя как что называется закупориваете таким образом вы практически на 90 процентов лишаете возможность клеща проникнуть в ваше тело то есть вот еще раз подчеркну энцефалитики особенно если вы находитесь в месте где вы точно знаете что есть клещи вот они наиболее эффективны и очень вам рекомендую именно вот такие костюмы головной убор друзья вот вы можете наверное подумать что ну я лысый глобус что мне он вообще не нужен на самом деле это не так неважно какой у вас как бы количество волос на голове головной убор обязателен потому что клещ как бы может где-то там пахмыжнику прогуливаясь в зарослях он может вам прилететь как бы про вот этот контакт сам произойти и сверху и снизу поэтому не лишним будет обеспечить закрыть голову особенно женщины вот когда за грибами ходит всегда обязательно убирайте прячьте ваши волосы под головной убор это может быть какая-то шляпа вот бейсболка как у меня ну шапка допустим да вот если не жар не жарко совсем то есть об этом тоже надо позаботиться и закрывайте вот как у меня вообще абсолютно недопустимо закрывайте шею горло тоже как-то застегивайтесь вот в эти костюмы они прямо чтобы были под горло то есть кофты рубашку на все пуговицы вот это место нужно тоже максимально защитить от возможности проникновения сверху также важно понимать какие наиболее любимые места укусов клеща у человека как я говорил ранее это участки с тонкой кожей так скажем нежной кожей это подмышечная область паховая область даже за ушами бывает то есть вот нижняя часть живота все то где вот нежные участки вот такие участки надо обязательно плотно закрывать то есть ну понятно что никаких здесь разрезов под подмышками есть такие костюмы запросто клещ туда вот где-то паховая область чтоб все прикрыто на молнии у вас закрыто все было такие особенности при выборе одежды весной когда вы выбираетесь в лес куда-то то также очень важно продумывать существует два типа репеллентов это отпугивающие и уничтожающие вот я считаю что в плане именно защиты от клещей отпугивающие репелленты они как правило очень низко эффективные малоэффективные во первых хватает их там буквально всего лишь там на пару часов в зависимости там от разных составов их и в принципе далеко даже не на всех клещей они действуют то есть клещи не боятся все зависит от набора химических элементов веществ которые содержатся в таких репеллентах поэтому мы сразу с вами их не будем рассматривать а перейдем именно к уничтожающим репеллентом здесь друзья наверное не самое главное какой именно марки будет этот репеллент уничтожитель самое главное важное это чтобы в его составе именно активно действующим веществом был альфа-циперметрин альфа-циперметрин вещество из разряда пестицидов служит для уничтожения широкого спектра насекомых вредителей данное вещество обладает сильным остаточным действием и оказывает влияние на нервную систему широкого спектра насекомых в данном случае клеща поражая его нервную и двигательную систему через незначительный промежуток времени приводящий к летальному исходу также он обладает эффектом длительного действия при нанесении распыления его на одежду он будет действовать в течение даже нескольких суток еще друзья хотел бы дать вам несколько советов из практики уже при выборе такого вот репеллента содержащего альфа-циперметрин во первых не советую вам брать так называемые универсальные репелленты там от клещей от комаров сразу от слепнее каких-то то есть на самом деле они не настолько эффективны чем целенаправленно действующие репелленты также касается и комаров кстати берете от кого от комаров значит только от комаров клещей значит клещи так как активные вещества разные наносить такую репеллент содержащие альфа-циперметрин следует исключительно только на одежду то есть распылять только по одежде ни в коем случае не куда-то на кожу на открытые участки кожи так как вещество само по себе ядовитое может нанести как бы поражение вашей кожи какие-то ожоги и даже вызвать аллергическую реакцию значит если говорить о выборе марки такого репеллента содержащего альфа-циперметрин уже за многое время среди охотников рыбаков грибников туристов зарекомендовала себя средства гардекс вот так вот выглядит этот баллончик гардекс средства прямо-таки скажем не из дешевых однако очень хорошо зарекомендовала себя среди населения благодаря его эффективности и хорошему остаточному действию ну что ж друзья про одежду мы с вами проговорили это первое про репелленты вот альфа-циперметрин я вам рассказал это второе и есть третий момент также входящий вот в комплекс мер по защите от укуса клещей это вакцинация если ваша профессиональная деятельность связана с длительным нахождением где-то на природе либо вы просто живете в местах где вот есть очаговое скопление этих клещей то совсем не лишним будет пройти вакцинацию от клещевого энцефалита делается она в три этапа то есть всего вам нужно будет посетить медучреждение три раза после этого у организма в организме вырабатывается стойкий иммунитет клещевому энцефалиту и больше это зараза вас не коснется и так у нас получается три эффективных метода защиты от клещей это одежда выбор одежды правильный это репеллент содержащий альфа-циперметрин и вакцинация да еще конечно же есть некие такие так скажем чисто человеческий фактор это вот ну знаете прийти куда-то там на природу на полянку где-то на травке прилечь вот как как затем в траву лечь там но это чисто наше я вообще считаю русское такое любимую природу вот но ребят надо как бы думать головой прежде всего да потому что как бы человек является сам венцом своего счастья или несчастье то есть вот это вот лишнее я считаю особенно в период активности клещей у меня же вот в моей жизни меня лишь один раз кусал клещ это произошло у меня на охоте вот после этого у меня желание ходить на охоту или куда-то находиться в лесу никуда не делась я просто стал больше внимания уделять вот именно безопасности своей вот клещей я кстати прошел вакцинацию голова абсолютно теперь меня не болит репелленты я наношу в данном случае вот на мне сейчас этот костюм да я еще вам обещал рассказать что в принципе если вы используете не энцефалитики потому что все таки это костюмы они ну как правило вызывают дискомфорт при длительном переходе куда-то вы будете просто потеть хотя есть и легкие костюмы но все же таки вот мы привыкли больше удобно куртка штаны просто носите хорошенько репеллент с альфа-циперметрином учитывая то что если после дождя вы попали под дождь то это все вещества смываются вам нужно будет опять же его костюм обработать ничего страшного в этом нет я в принципе вот час хотя я еще расскажу я знаю что вот в этом участке где я сейчас нахожусь лесном массиве здесь клеща нет но в принципе для про формы я всегда обрабатываю вот после того укуса репеллентом значит первонаперво не пытайтесь никогда выдернуть клеща самому вот я когда меня на охоте клещ укусил это сделал ну и что это привело уже к мини операции там танцы с бубном с иголкой манипуляции все это болезненно и неприятно у клеща хоботок это не иголка а так скажем это сверло то есть он вкручивает его под кожу если вы дернете за тело то почти сто процентов что хоботок у вас останется в ранке его придется уже извлекать поэтому в аптеках продается такое устройство назовем ему так это обычная пластмасска с двумя лапками которая подставляется прям под хоботок и методом выкручивания вы как бы извлекаете этого клеща вместе с хоботком после чего ранку обрабатываете антисептиком она у вас благополучно заживает кстати люди вот некоторые настолько боятся извлекать клеща что мчатся с этим клещом где-то если они даже на даче едут в город или там в походе срываются едут чтобы приехать куда-то в медучреждении там вам его извлекут на самом деле нужно просто грамотно знать как это делать и постараться самому это сделать промедлить медлить тоже не нужно при этом если вы не привиты клеща ни в коем случае нельзя уничтожать кладете его в специальный закрытый пакетик либо просто его хорошенько заворачивать и не давите и вот в таком виде уже едете к врачу у клеща возьмут так сказать анализ его его возьмут на анализ и выяснят содержит ли он какую-либо инфекционную вот инфекцию и не занесли он вам эту инфекцию после чего вы как бы этим упредите даже если клещ с инфекцией на первых этапах вам просто сделают какие-то не болезненные мероприятия после чего вас этот головняк отпадет сам собой вот это из таких вот да что называется прям на поверхности лежащих вещей поэтому просто надо нужно знать как говорится матчасть не бояться вот ничего страшного нет и друзья все-таки вот те три метода которых я вам рассказал обязательно не забывайте при ваших походах желаю вам чтобы данная беда укусов клещей вас никогда не коснулась в жизни по традиции также желаю вам большущей удачи отличного вам отдыха крепкого вам здоровья ну и всем пока до новых встреч увидимся удачи удачи Субтитры создавал DimaTorzok